Северокорейские генералы Северокорейские генералы Северокорейские генералы Северокорей 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 Поставщики считают, что цены растут из-за завода в Беларуси. Эта страна – крупнейший экспортер мяса в нашу страну. Ну а российские производители вслед за белорусскими подняли свои цены. Такая цепная реакция произошла. Вот уж кто точно может не переживать за рост цен, так это глава Башкортостана Радий Хабиров. Денег у него много. Он, например, может позволить себе набрать штрафов на 14 тысяч рублей только за один день. 29 октября его Мерседес гнал со скоростью 140 км в час. Возможно, единоросс спешил на спортивные соревнования. В этот день в Уфе проводили Кубок России по греко-римской борьбе. Следующая новость из Москвы. Там басманный суд продлил арест четверым обвиняемым по делу о теракте в Крокусе. В СИЗУ они будут находиться до 22 февраля 2025 года. Кроме нападавших, арест продлили всем, кого следствие считает пособниками. Это те, кто продал автомобиль и сдал террористам квартиру в аренду. Всего по делу Крокуса задержали порядка 20 человек. Со временем в Госдуме решили окончательно лишить иноагентов какого-либо заработка. Потому что они предатели, которые разваливают страну. Нельзя обирать своих граждан, используя средства на разрушение страны. Именно это происходит. Потому что деньги-то отчисляют люди. А в итоге эти деньги оказываются ракетами и кровью наших близких. Интересный ход мыслей. Иноагенты обирают народ и чуть ли не сами запускают ракеты. То ли дело сам Володин. Он в прямом смысле ворует у людей. Зато вкладывает свои дома, самолеты и 85-летнюю маму-миллиардершу. Закон о фактическом отъеме средств уноагентов Госдума сегодня приняла в первом чтении. По нему все заработки будут поступать на специальные рублевые счета, распоряжаться которыми можно будет только в случае снятия статуса иностранного агента.